друзья приветствую вас на нашем канале с вами олеся компания архибис и так сегодня мы до сложил молодец сегодня мы разворачиваем посылочку с бисером тут приехала больше 20 килограмм и внимание очень интересные новые номера заехали в украину артикулы бисера новые поэтому сейчас будем смотреть друзья ну что ж от распаковки посылки переходим к сеансу цветотерапии так здесь выложила основное все и чуть-чуть сбоку положила напоследок вам оставлю на закуску номера которые новые приехали и для начала но вы помните я говорил артикула и для начала хочу вам показать один и тот же номер но как видите из разные партии и смотрите как он отличается 37 177 об этом я говорила в предыдущем видео что покажу вам некоторые особенности но к сожалению нет у меня заводской сейчас упаковки чтобы вам показать вот смотрите розовые до 37 177 вроде как розовые но вот этот у нас получается более такой сиреневый оттеночек да а вот этот более такой красноватый алый смотрите в я заметила из своих наблюдений что как про ну вообще часто вы можете встречается с тем что бисер из разных партий как-то может светлее темнее быть до чуть-чуть вот такой вот но когда это касается 585 серии и 108 381 извините 585 3 381 розовые вот эти розовые сиреневые оттенки они вну просто кошмары но знаете как сейчас еще я вам покажу как как не получаешь так он какой-то другой то есть именно когда касается вот сейчас я еще вам ли еще лист показать еще одну серию не подготовила сразу и вот эта серия пример который я вам показала да вот это вот эти 37 126 37 128 37 177 и 175 но 173 как-то всегда одинаковые то есть именно вот этих трех серий касается это целая вот такая проблема и вот наша палитровая карта так здесь я даже прописывала кто получал у нас то у нас покупал о том что именно касается 381 500 вот 85 серии да так а где жемчуге не написала странно не написала но именно вот эти вот прокрашенные это просто туши свет вот такое очень часто что получаешь и они с разными оттенками но я думаю вы об этом тоже знаете многие с этим сталкиваются итак поехали давайте буду показывать кое-что у нас уже ушло в работу так как начался рабочий день девочки я буду болтать так как вы меня просите всегда показывать все что мы получаем поэтому я просто буду болтать рассказывать до 2 жемчуга видите но небольшое у них отличие вот этот более пёстрый а вот этот более спокойно кое-что я уже отдала в работу так как рабочий день начался я планировала еще вчера на выходных отснять это видео так это у нас прозрачный и у него такое слегка радужное покрытие попробую сфокусировать чтобы вы видели ну там я отдала в работу такие номера которые постоянно я показываю так это у нас видите прокрашенный матовый вот покрашенный матовый а вот не матовый тот же самый номер но не матовый давайте отличие посмотрим порыли с телефоне и прямо так плохо фокусироваться он стал смотрите видите матовые и просто стекло отличие так дальше поехали это у нас алебастр я люблю этот алебастр у него такой еле-еле слегка жемчужное покрытие ой точнее радужная жемчужная даже радужное покрытие потом но вот это вот металик матовый так дальше поехали что на сверху 38 649 он очень уж 38 149 смотрите если надо менять вы спокойненько их можете менять и не очень-очень схожи тут еле-еле ним небольшие есть отличие в общем то можете менять 38 149 38 649 так 30 ага 38 349 так попробуем его как-то спокусировать чтобы его увидели в отличие от 649 здесь такое покрытие глазурь то здесь нет этого покрытия но все равно в камеру он блестит и тяжело рассмотреть потом 58 549 это прокрашены но у него уже покрытие такое радужное покрытие чуть синеватое это керамика у нас керамика а вот керамика матовый один и тот же номер 20 980 только керамика керамика и а вот матовый 4010 это такое стекло ну скажем так на основе стекла до сделанной матовый такая себе дымка вроде как получается так что здесь у нас серого 38 649 серое такое серебро но это прокрашенный стекло с прокрасом 408020 джемчик он очень популярный очень распространенный ходовой 408042 это такой специфический номер знаете бежево-серый вот еще есть из люкс номеров тоже номер который ну вот они в своей палитре только два вот этот 48 042 и люкс номер 6 сейчас покажу вам это подождите 48 46 080 вот их в этой палитре всего лишь два все больше нет если хотите какие-то плавные переходы сделать 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 не получится потому что просто других не существует я кстати планирую следующее видео сделать вам насколько следующее не знаю может там следующее будет опять распаковка посылок каких-то я имею ввиду относительно бисера вот люкс номера меня очень многие просят относительно замен показать потому что если в украине еще есть эти люкс номера все в свободной продаже есть то в россии я так поняла с этим делом проблема потому что девочки постоянно мне пишут 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 просят чем заменить поэтому я сделаю отдельное видео и покажу вам в каких случаях что мы можем менять а что мы вообще ничего не сможем поменять скажем так надо искать то что есть то что написано так зеленые матовые вот стекло зеленое пока сейчас что-то не могу найти он как-то пропал вообще это бывает временно очень часто вот может на заводе просто закончился то есть не паникуйте если что появится обязательно 58 270 это такое прям зеленое серебро я бы сказала жемчуг такой темно-темно зеленый что у нас тут и зеленого 51 220 радужный радужное стекло потом вот такой 38 154 прокрашенное стекло салатовый да так по зеленым 52 240 это я вам показала уже вам это алебастер он такой знаете очень похож я бы сказала на керамику алебастер такой не мутная более такой более плотный он сказал скажем так по структуре и очень сильно схож с керамикой так поехали дальше ну давайте красный это у нас вишневый 93 310 керамика вишневая камера его передает светлее потом дальше за ним идет 92 210 керамика темно-красная 91 120 это вишневый он с радужным покрытием камера вам не улавливает или может слегка все-таки улавливается радужное покрытие честно говоря я этот вообще номер не люблю он мне не нравится я не понимаю его не понимаю как его применить можно вот но его заказали поэтому естественно беру кстати по бисеру вы можете зайти на наш сайт постоянно я все новинки выкладываю несмотря на то что видео вышло или нет а я получила новые номера и я их уже выкладываю на сайте потому что не всегда получается к сожалению выложить видео вовремя бывает такое что просто приходится распаковывать посылку и дальше уже работать бисером потому что потому что нужно наборы делать собирать да вот и не всегда получается успеть отснять видео так темно-коричневое стекло это популярно 38 418 стекло с прокрасом коричневый он у меня очень такой востребованный номер его почему-то не было по полкилограмма поэтому я взяла несколько пакетиков небольших так 1740 у меня тоже очень востребованный этот номер я его люблю я его всегда ставлю девочки кто заказывает у меня наборы если нужен темно-коричневый ну конечно не везде подряд я его тулю но мне он очень нравится я его ставлю часто это у нас матовое стекло эти черты таком потом что дальше 17 070 стекло серебряная ага 46 085 это люк номер так я вообще его хотела полкилограмма взять но не знаю наверное не было полкилограммовых этот номер несмотря на то что он дорогой хочется знаете где-то в каких-то наборах подэкономить да не ставить дорогие номера но если касается лиц этот номер просто не заменил вот смотрите у меня вот здесь вот вот это 46 112 46 112 вот дальше идет хороший переход 46 085 потому что если дальше мы берем допустим вот этот 47 115 в каких-то случаях он хороший идет переход а в каких-то он совсем не подходит вот поэтому этот номер у меня всегда востребованный всегда он должен у меня быть в наличии для набора 58 518 такой бежевый да бежевый вроде как какой-то такой натуральный цвет бежевый с радужным покрытием но это прокрашенный дальше матовый 10 020 что здесь у нас алебастер 17 783 вот кстати тоже присмотритесь смотрите вот тут неплохие такие выкладки сразу я выложила кому интересно будет да сразу номера вы видите просто записывайте себе такие вот такие вот бежевые вот это все на жемчужье вот это вот алебастер жемчужный но он хорошо ложится вместе с ним и вот такой вот еще есть смотрите 68 284 такое бежевое бежевое золото вот прям таки хочется сказать бежевое золото если это золото то это какой блестящий он не тут не серебряная серединка чтобы вы имели ввиду блеск у него такое знаете внутри покрытие жемчужная вот жемчужная так по-моему и серия называется жемчужная линия так дальше оранжевый это у нас популярные популярная керамика 81 393 это хамелеон оранжевый у него получается внутри что здесь такое желтое внутри желтое покрытие да а сверху он стекло хотя как-то даже внутри она где-то желтое где-то оранжевое покрытие неоднородное дальше жемчуг 88 110 очень востребованный жемчуг популярный если кто наблюдает за моими видео знаете что я его всегда беру но без этого номера тоже никуда никуда потому что он один из таких очень ходовых 08 286 вот смотрите вот золото да и вот еще один желтенький 18 286 видите такие переходы можно хорошие делать но обратите внимание что вот эти серии у нас могут линять облазить ну и так далее так дальше 16 300 а вот этот вот более стойкий но здесь же шина серебряная серединка но неважно это вот эта серия или эта серия серебряная серединка это нанесение серебро и она может чернеть то есть это не брак бисера чтобы понимали это не браковка это каких-то случаях серебро у нас чернеет в каких-то я помню даже бабушки было кольцо серебряное ребенком была там какой-то такой зеленоватое покрытие было бабушка говорила что это у нее что-то с печенью заболевания и поэтому так вот серебро влияет металл влияет точнее металл показывает на себе да это но я не знаю насколько это правда неправда в общем может поправьте меня ну короче говоря серия у них покрытие настоящее серебро до внутри из-за этого серебро может каких-то случаях чернеть темней так дальше желтый жемчуг потом вот из натуральных 02 212 ой 03 извините 03 212 потом 48 018 я этот номер вы знаете не беру его очень легко можно заменить он есть более дешевле вариант и скажем так но оптовая цена до дешевле сейчас я вам покажу и при том что качество ничем не хуже даже может замена может лучше более стойкая сейчас я объясню почему сейчас еще смотрите вот он у нас 46 018 да а мы его очень легко можем у меня просто заказали этот бисер поэтому я его конечно же взяла ой где же этот вот мы можем его легко заменить вот 48 018 16 050 соответственно 48 015 16 020 видите тоже глазурь покрытия разница какая между ними во-первых эти эта серия вся дороже чем вот вот это вот глазурь покрытия это первое я имею ввиду в оптовой цене конечно если вы в розничном магазине покупаете то как правило продавцы уравнивает по одной цене все потому что это неудобно в разную цену продавать в интернет магазине скорее всего вы как раз можете в разную цену их приобрести так какая же у них разница но кроме цены да это уже считается люстерет у них внутренний прокрас в этой серии есть внутренний прокрас видите ну и соответственно здесь тоже в этих бежевых он правда не настолько виден попробуй сфокусировать не настолько он виден но он очень легко меняется вот этими номерами так это так что вы имели ввиду да сейчас переходим дальше так дальше что у нас тут восемьдесят шесть ноль шестьдесят это глазурь желтая не люблю я этот номер но он должен быть всегда в наличии потому что бывает он очень-очень так скажем так выручает ноль три сто восемьдесят один желтенький ну вот здесь вот смотрите вот я вам сразу переход показываю да может вам пригодится такой переход керамика и там и там дальше кое-что из синего из фиолетового я уже отдала в работу но то что есть я вам покажу семнадцать восемь восемь алебастер темно-фиолетовый потом тридцать четыре три ноля очень люблю этот цвет очень-очень такой нежно-васильковые светленький бледный ноль три двести двадцать три керамика фиолетовый этот номер всегда должен быть он такой очень востребованный двадцать один ноль шестьдесят вообще его не люблю но беру потому что его заказали так дальше смотрите шестнадцать двести двадцать восемь ноль три триста ой сейчас фокусируем ноль три двести двадцать две видите их можно даже менять если что но вот этот еле еле светлее если нужен вообще такой плавный плавный переход вот можете использовать двадцать семь ноль десять популярный номер такой баклажан да как его назвать тридцать семь сто блестящая серединка внутри стекло с блестящей серединкой так дальше шестьдесят семь сто пятьдесят стекло с серебряной серединкой ходовой еще номер тридцать восемь сто шестьдесят три очень тоже такой нужный номер это для неба когда идут плавные переходы берем тридцать восемь тридцать семь триста тридцать шесть голубой голубой жемчуг ноль три сто тридцать три И этот номер тоже крайне редко используется. Вот вам камера его как голубым передает, а он больше такой голубо-зеленый, я бы сказала. Это морская волна, грязный такой цвет, не очень красивый. Но из той серии, когда должен быть в наличии. 03-134, 33-0-50, керамика, натуральная керамика. Дальше, потом дальше, 33-0-70. Так, отвлекает меня, какой я, 33-0-70, вам показываю. Вот, видите, прям такой жгучий-жгучий синий, да, темно-синий. 38-936, это стекло и покрытие у него, он такой блестящий. Попробую сфокусировать, блестящий. Люблю этот цвет. У него такое непестрое получается свечение, да, за счет того, что там вот такая жемчужная серединка в нем. Прокрас жемчужный, так чеки его называют жемчужная линия. Вот, за счет этого такой нежный блеск у него. 38-362, стекло с прокрасом, ну, многие его знают, популярный номер, 38-0-50. И вот, видите, уже я вложила в куличек, потому что распаковывала и надорванный пакет был. Вот какой минус вот этих упаковок по 50 грамм, то, что такая в них вот пленка, да, упаковка, что она очень легко лопается. В этот раз приехал только один пакетик надорванный. Ну, хорошо, что у меня этот бисер не заказанный. А, допустим, если приехал бы вот этот вот, этот номер у меня заказанный, я его так не держу себе, да. Вот, если вот он разорвался, и что бы я тогда делала? Вот, как-то так вот. Так, а вот эти вот пакеты по полкилограмма, они такие более плотные, более стойкие, как правило, нормально. Хотя был один раз приехал, вообще разорванный полностью пакет, как-то они мне его сложили, странно. Так, 02183, алебастер. Вот это как раз в тыквы. Знаете, у оконца есть хороший сюжет с саванно-тыкви. И меня уже просили девочки показать подбор бисера. Я уже делала, конечно, к той савине один раз, но у меня нету отшитой готовой работы, чтобы вам показать, как эти тыквы смотрятся, да. Поэтому, но, я имею в виду, саву на тыкве. Ну, вот у нас Людмила Храмченко недавно выложила в группе у нас вышитую, по моему ключу, картину. Ну, как видите, здесь у нас тыквы с котами. И вот я вам сделаю подбор бисера, покажу, но это не сейчас, это может недельки через две. Я возьму эту схему, а кормится, когда буду делать закупку. И покажу вам подбор бисера, чтобы вы ориентировались на вот эти тыквы. Вот, приблизительно видели, да. Ну, что, ребята, переходим к самому интересному. Новые номера, либо давно забытые старые. Новые, которые давно забытые старые. 95078. Этот номер когда-то заезжал в Украину. Прошу прощения. Но на какое-то время потом он пропал. У меня его вообще, ну, буквально там, наверное, грамм, может, полтора его. Ну, совсем-совсем капелька. В палитровой карте он у меня есть, я его вшивала. А вот в серийной не было. И я уже думала, что, наверное, не буду я его в обновление пускать. Потому что, ну, сколько его там, совсем граммулечка, да. И тут, смотрю, появился. Ура! Так что будем его, конечно, пускать в обновление. Кто ждет обновления? Девочки, ближе к нету. Будет вам обновление к живым картам бисера. За 18-й год, который я выпускала. Так, давайте посмотрим. Смотрите, это мелованный. Так, сейчас я попробую вам его сфокусировать. Чтобы вы увидели серединку. Это мелованный по принципу 95-076. Где у нас 95-076? По вот этому принципу, вот видите, 95-076. Но какое различие в нем? Это то, что у него такое слегка радужное покрытие. Еле-еле. Он больше такой, знаете, малиновый. Если 95-076, он у нас больше красный, да. То вот это вот больше такой малиновый цвет. Так, идем дальше. 16-708 и 16-742. Ну, кто-то знает эти номера. Эти номера раньше появлялись в Украине. Заезжали. Потом на такое, на хорошее время, да, на долгое время они пропали. Номера очень нужные, полезные. Как видите, это бледная такая серая, серый мел, серебристый, да, серо-серебристый мел. Вот смотрите, в этой вот карте, в палитровой еще, ой, точнее, в серийной карте за 18-й год 16-708 его у меня еще нету. Потому что, ну, не было его тогда, когда она вышивалась, да. 16-742 он у меня уже есть. Вот. Ну, а в палитровой карте, кто палитровую нашу покупал, да, за 19-й год, там уже 16-708 я его вшила, он уже есть. Вот. Ну, и поступил все уже в свободную продажу они поступили. Так что, девчонки, покупаем, наслаждаемся. На сайте к нам заходите, смотрите. Очень полезные номера, очень нужные такие. Они, знаете, по принципу вот этой вот серии 17-708, да, но получается, сейчас попробую согнуть, так, получается, ну, тут, допустим, у меня нету 17-708, но мы можем посмотреть по 17-742 и 16-742, да. Видите, какие он получается, насколько светлее, видите, светлее получается. Вот. Сравним. Так, это так, чтобы имели в виду. Дальше. Заезжает, активно начинает заезжать к нам серия керамика 03036 серия. Значит, когда я делала вот эту серийную карту еще в 18-м году, сейчас поищу, тут у меня... Вот, видите, совсем-совсем немного его, два номера только было, да. Тут сейчас очень активно начала эта серия уже заезжать к нам. Я ее в палитровую, я там уже больше вшила, девочки, кто за 19-й год покупал карты наши палитровые, да. Вы уже видите, можете 036-ю серию в большем объеме. Я ее покупала, эту серию, в России, по-моему, в «Мелодии бисера», кажется. Но, вот, вы знаете, я вот заметила, что что-то может быть в России, да, а у нас в Украину поставщики не возят. И наоборот. Я вот смотрю, даже было лето, мне Таня Барыльченко передавала бисер с «Мелодии бисера». И буквально уже вес осенью я увидела эти номера, они приехали к нам в Украину. То есть, все зависит от поставщика. Чехии изготавливают, а поставщики вот крупные, да, как там «Чаривно мыть», «ВДВ», что там в России, «Гамма», может, еще кто-то. Кто хочет, берет, кто хочет, не берет, скажем так, эти номера. Вот, 036-91, вот это все, эта серия приехала. Так, 693. Потом приехал вот такой номер 59-220. Я его тоже брала в России в бисершопе. По литровой карте он уже вшит. Если в серии на его нету, вы его в обновлении увидите, то вот как раз летом мне Таня и передавала эти... Нет, Валя, Валя, Валя мне передавала. Ну, Валя с Таней я одни сразу от двоих посылку получила. Вот этот 59-220. И он у нас есть в палитровой карте. То есть, девочки, кто приобретал палитровую, могут его видеть. Интересный номер. И вот из этой серии тоже вот этот только заехал в Украину, но в палитровой карте он уже есть, этот номер. То есть, опять же, это все уже приобретала не в Украине я, но и сейчас он едет уже в Украину, да. И наоборот, допустим, у нас очень много номеров приезжает в Украину, тех, которые в России вообще близко не видели. Девчонки, кто покупал у нас карты, мне постоянно это пишут. Постоянно, постоянно. Так, дальше 24-020. Не помню, я вам показывала этот номер или нет. Это такой баклажан. Получается радужное покрытие. Это, смотрите, вот на основе вот этой серии, жемчуг с радужным покрытием, да, идут вот эти вот матовые. То есть, он уже как бы тоже радужное покрытие, но вот эта глазурь, которая на жемчуге наносится, она как бы затертая такая, видите. Номер очень полезный, чем я вам объясню. Смотрите, берем вот 23-020, да, керамика у нас такая реловая. Берем вот этот посветлее, вот этот идет светлее, и у нас идет классный плавный переход. Я уже использую его в наборах, и он очень-очень мне пригодился. Это, знаете, вот где там сливы всякие, вот такие вот баклажан, грязь. Ну, в общем, вот эти номера, вот эти, точнее, сюжеты, вот он там идет. И, друзья мои, начали поступать, наконец-то, в Украину бисер, видите, с буквами 16А38, 16А28. На самом деле, целая серия есть этого бисера. Вот вам, пожалуйста, фото полной серии. Я жду, должны привести, должны, должны привести эту серию. И еще есть одна серия, тоже выпускается с буквой, но я вам ее еще пока не показываю, потому что хочется хоть что-то, хоть что-то получить на руки для того, чтобы показывать вам живую, да. Конечно, вы это сможете уже увидеть в обновлении, девочки, в обновлении к нашим картам. Вот, палитровые, если кто ждет обновления к палитровым картам, я буду выпускать уже в следующем году. Но вы при желании можете приобрести и в этом году, хотя, ну, не знаю, тут уже смотрите сами, нужно вам это или не нужно, потому что боль, конечно, процентов 50, да, у вас уже в вашей карте будет, да. Вот, номера есть. Так, ну что, теперь, теперь получила я эти номера вживую, теперь мне очень сильно хочется их попробовать на стойкость. Вот, смотрите, друзья мои, отшивали. Я как-то в группе выкладывала, еще осенью выкладывала. Это образцы бисера мы специально попрошивали и тестируем на стойкость. Вот этот я уже стирала, и тут есть какие-то, которые, ну, вообще сразу моментально полезли. Не помню, какие, вот этот, по-моему. Ну, в общем-то, те, которые я знаю точно, что они нестойкие, мы их не брали в работу. Вот, смотрите, вот этот номер, серебряная серединка. И вот, смотрите, одну бусинку, только мы можем увидеть, что она розоватая. Все остальное просто выстиралось. Вот, просто такой цвет получился странный. Ну, или вот, к примеру, видите, что делается. И при том, я сюда брала бисер, который я знала, ну, то есть тот, который нестойкий, я знала точно, он нестойкий, я его даже и не брала сюда. Так, этот вроде ничего, так. Тут, тут, что тут еще? Ну, в общем, этот лист я уже стирала, вот этот вот еще не стирала, но так как была огромная-огромная жуткая загруженность в последние два месяца, я вообще хотела их еще раз по одному разу постирать и отнести в химчистку, еще в химчистке, чтобы какими-то такими деликатными средствами обработали, да, там, обеливателями и так далее. Мне просто интересно. Ребят, спросите, зачем я это делаю, для чего? Мне это интересно. Так вот, так как была огромная-огромная загруженность, я их просто вывесила у себя на балконе, для того, чтобы посмотреть, что выгорит. Как раз на балконе там солнечная сторона, и я хорошо вижу, что у меня выгорело, а что нет. Вот, и вот сюда еще дошьем, отдам девочкам, чтобы не дошили еще, вот эти два номера, потому что я их тоже хочу проверить на стойкость. Значит, смотрите, приблизительно я вас могу сориентировать, на что они похожи. Вот у нас есть серия, вот эта вот, 16, да, 100, 161 серия, и мы знаем, что эта серия вообще не стойкая, да. Ну, и еще вот такая, вот тоже такие яркие, пестрые. Так вот, я бы сказала, что где-то вот чем-то они похожи. Смотрите, 16А38, 16136. Вот прям один в один, один в один. Ну, попробую еще что-то со стойкостью будет, да. Надеюсь, что они будут стойкие, не такие, как вот этот вот. Вот, ребята. Все, на сегодня все. Переходите, пожалуйста, на наш сайт. Ознакомьтесь, кто еще впервые. Кто впервые зашел на наш канал, конечно же, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Ну, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok